Производство Рокси Фильм ФРГ В главных ролях Курд Юргенс, Клэр Блум, Ганс Йорг Фельми, Шахматная новелла, Режиссер Герд Освальд, по мотивам рассказа Степана Цвейга. Роли исполняют Марио Аддорф, Альберт Бесслер, Аллен Гифорд, Рудольф Форстер, Ян Гендрикс, Альберт Ливен, Гарольд Марыш, Дитмар Шонер, Вольфганг Валь, Карл Штепенек и Ганс Зенкер. Авторы сценария Гарольд Мэтфорд, Герберт Райнекер, Герд Освальд. Композитор Ганс Мартин Маевский. Оператор Гюнтер Зентлебен. Художники Вольф Энглерд, Эрнст Рихтер. Художники Вольф Гердис, Альберт Бесслер, Вольф Гердис, Альберт Бессер. Режиссер-постановщик Герд Освальд. Адрия, порт назначения Нью-Йорк, США, 14 августа 1938 года. Мои часы не спешат, господин капитан. Я всего лишь старший помощник капитана, и ваши часы идут точно. В таком случае, почему же мы не отплываем? Мы ждем одного очень важного пассажира, приказ компании. Он скоро должен быть здесь. Видите ли, я шотландец, Макаевер. У меня земля не горит под ногами, как и всех этих людей. Но я тоже спешу домой. Земля действительно горела, и не так-то просто забыть весь этот ужас. Но вам на континенте пора к этому привыкнуть. То, что происходит, для вас уже далеко не новость. Боюсь, что с таким мы сталкиваемся впервые. Возможно, и ваш остров не будет от этого избавлен. Извините, пожалуйста. Что ж, посмотрим, кого это так ждут. Вот эти три чемодана в каюту Чентовича, а эти в мою. Господин Чентович, я первый помощник капитана. Ты не мог найти что-нибудь получше? Другого судна не было, Мирко. А опаздывать мы не имеем права, вы же знаете. Такая посудина пригодна только для беженцев. Мы попали в точку. На судне много беженцев из Австрии и Чехии. Но, возможно, вы здесь найдете и соотечественников. Не знаю, будет ли у меня время с ними общаться. Чентович, Чентович, Чентович. Вы не увлекаетесь шахматами? Еще бы, даже очень. Так ваш новый попутчик, чемпион мира по шахматам. Верно. И поскольку я столько лет просидел за шахматной доской, я вам очень благодарен за то, что подождали его. Очень сожалею, но господин Чентович не тот, кого мы ждем. Как вам удалось? Как вам удалось меня освободить? Это не имеет значения, Вернер. Главное, что все это уже позади. Здесь их нет. Это еще ни о чем не говорит. Никто вас больше не преследует. Постарайтесь это понять. Сейчас вы в свободной стране. Они в оккупированной Австрии. Вы думаете, это может их остановить? Я понимаю, что вы для меня сделали. Я знаю, вам это было нелегко. Благодарю. Мы не доберемся до судна. Что-нибудь случится. Успокойтесь. Ничего не случится. Ничего не случится. Уже случилось? Мы опаздываем на 34 минуты. Существуют же какие-то правила, расписания. Ади скажи капитану, что пора отплывать. Я пойду, Мирка, но сомневаюсь, поможет ли это. Слушаюсь. Я себя с ним не собираюсь сравнивать, но были и у меня серьезные победы. Вы, конечно, играете в шахматы? Я играл и в Удапешче, и в Праге. С друзьями в кафе. Я всего лишь скромный любитель. Но, наверное, вы, как служитель церкви, то есть служитель веры, имели немало времени для игры в шахматы. И, наверное, превосходно играете. Да, немного играю. Но в свободные часы мои мысли направлены по другому пути. Через несколько минут мы отплываем. Капитан приносит свои извинения. Но при сегодняшней ситуации нельзя требовать строгого соблюдения правил. Не могу с этим согласиться. И, кроме того, говорят, что судно еще где-то остановится. Завтра мы зайдем в Венецию ненадолго и возьмем несколько пассажиров. Опять возьмете какой-нибудь сброд? Я убеждаюсь, что я строже придерживаю сроков своих турниров, чем вы, своего расписания. Как бы мне из-за вас не опоздать. Расставь фигуры баранов. Извините, пожалуйста, за беспокойство. Моя фамилия Макайвер. Я надеялся увидеть вас в прошлом году в Шотландии, но что-то, очевидно, помешало вам приехать. Вы должны были выступать в Глазго, в шахматном клубе. Да чего я хотел бы сыграть с вами. Ну, конечно, после того, как вы закончите партию. Прошу прощения, это всего лишь тренировочная партия. Специально для господина Чентовича. Ему надо готовиться. Настоящий поединок был бы куда полезнее для него. А может, устроить что-нибудь вроде небольшого турнира? Мы втроем, совещаясь друг с другом, будем играть против вас. Это должно вас заинтересовать. Вы ошибаетесь. Извините, пожалуйста. Да-да, извините. Господин Чентович должен побыть один. Нельзя ему мешать, когда он думает. Ничего, мы согласны его ждать сколько угодно. Вы что, не знаете? Господин Чентович профессионал и ни в коем случае не будет. Понимаю, не может играть с любителями. Совершенно верно. Пустяки. Я в конце концов не какой-нибудь новичок. Глазго знает, что... Поймите же, наконец, мы играем только за вознаграждение. И вы этого твердо придерживаетесь? Вот именно. И я, как его антрепренер, не допускаю исключений. Назовите свою цену. Вы шотландец, наверное? Это составит 50 фунтов за партию в вашей валюте. За одну партию 50 фунтов? Совершенно верно. Сыграйте со мной бесплатно, мистер Макайвер. Проиграю, безусловно, я. И дешево, и приятно. Прошу прощения, но чек нас не устроит. Вы понимаете, сейчас такие времена. Мы вынуждены брать наличными. Чек, выданный на Банк Англии, это лучше, чем наличные. Да, пока это так. И через год тоже. Возможно, но лучше подстраховаться. Позвольте вам заметить, что за этим чеком стоит правительство Англии. А это лучшая гарантия от любых сюрпризов. Я вам завидую. Вы говорите с уверенностью античного мудреца. К моему, ни один мудрец не может предсказать, что будет завтра. Видите, что я вам говорил? Ну что вы делаете? Вы же должны были меня пропустить. Да, конечно, извините, пожалуйста. Помогите, ребята. Ну, давай. Ну что, убедились? Вы им больше не нужны, верно? Для них вы пройденный этап. Теперь на очереди другие. Прошу вас после каждого хода подавать знак Гроссмейстеру. Вот так. Жестокие у них правила. Великий человек не может сидеть среди нас даже во время игры. Наконец-то. Нет, постойте. Что я им сказал? Я совершил предательство? Мне необходимо знать, что я им выложил. Вы спасены. Пойдемте. Мы будем очень рады приветствовать вас на нашем судне. Господин фон Базиль, наверное, хочет пройти в свою каюту. Понимаю. Где багаж? Кажется, у меня его нет. У вас есть ваша жизнь. Остальное приложится. Швард полностью к вашим услугам. Он предоставит все, что нужно. Скажите вашему капитану, что мы ему очень благодарны. А мы вам, господин епископ. Почему? Почему вы обо мне заботитесь? Почему? Потому что мы очень ценим вас. На нашем судне вас уважают не меньше, чем в Австрии. Наверное, вы очень устали в дороге и хотите отдохнуть. Ужин 8 часов, господин фон Базиль. Капитан приглашает вас за свой стол. С другими людьми. Вместе. Ужинать. За столом будет всего несколько человек. Нет, 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 боюсь, что не смогу. Поблагодарите капитана и извинитесь за меня. Пожалуйста, как вам угодно. Если вам что-нибудь понадобится, позвоните, пожалуйста. Если мне что-нибудь понадобится, придется только позвонить. Только позвоните. Позвоните. Скажите, мы еще долго будем подавать ему знаки? Он, наверное, хочет, чтобы мы разбили этот бокал. Это придаст эффектность его появлению. Не горячитесь, господа. Одну секунду. Сейчас гроссмейстер уделит вам внимание. Нирко. В данной ситуации я предпочел бы, чтобы он был менее внимателен. Пешку на F5 это был единственный возможный ход. То же самое вы говорили и о предыдущем ходе. Сейчас вы увидите, какую ловушку я устрою этому шахматному гению. Спасибо. 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 Вы ему устроили отличную ловушку, господин Макаевер. И сами попали в нее. Спасибо. 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 Баранов. 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 Да, пожалуйста. Скажи, чтобы мне принесли в каюту стакан горячего молока. И бисквитного печенья. Слушаюсь. Я скоро пойду к себе. Печенье, горячее молоко. Скажи, что ли. Скажи, закупи. Вот это я работаю. Наем ровушку. Скажи, какой Да, это единственный выход. Если ошибаюсь, поправьте меня. До сих пор нам это не удавалось. Довольно спорить, господа. Значит, эту фешку вы предлагаете превратить в ферзя? Конечно. Это равносильно самоубийству. А как вы думаете? Я? Я думаю, главное выжить. Если новый ферзь поможет нам продержаться... Продержаться. Это полностью меняет положение. Ну-с. Решено. Ни в коем случае. Простите? Если вы превратите пешку в ферзя, он возьмет его слоном. Слона вы можете взять конем, но после этого он продвинет пешку на Д7 и возьмет вашу ладью. Даже если вы объявите ему шах, партия для вас все равно проиграна. Вы лишитесь фигуры, 9-10 ходов и конец. Это почти та же самая комбинация, при которой Алёхин выиграл, играя в 1922 году в Пестьене против Боголюбова на международном турнире. Извините. 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 Извините меня. Простивник перенесет атаку на другой фланг, вы ее отобьете ладьей, и после следующего хода вы добьетесь ничьи. Ничья? Ничья. Но больше рассчитывать нельзя. Это будет блестящим выходом из далеко не блестящей ситуации. Теперь ладью с С8 на С4. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Рады вас приветствовать. Садитесь, садитесь на мое место. Подвиньтесь, пожалуйста. Умоляю, господа. Гроссмейстер думает. Подождите, не уходите. Садитесь. Садитесь. Такой Jerusalem. Садитесь. Садитесь. Что бы вы ни предпонимали, ничего не поможет. Эта партия кончится в ничью. Ничья. Кончили. Ничего не изменишь. Все. Ничья. Ничья. Удивительно. Вы добились ничьей с чемпионом мира. Вы знаете, с кем вы играли? Это же Чентович. Господа, если хотите, я с вами сыграю завтра еще одну партию. Конечно. Но вам придется играть только с ним. После трех я всецело к вашим услугам. Что вы, господа, я не могу. Я... Извините меня, пожалуйста. Он будет играть. Мы его уговорим. Странно, что мы не знакомы. В каких международных турнирах вы участвовали? Ни в каких. Я вообще ни с кем и не играл. Этот конь, он был первой... Первой шахматной фигурой, которую я держал в руках. Господин фон Базель, добро пожаловать в отель «Метрополь». Добро пожаловать. Как я рад, Карл, что вы не сказали «хайль». Этого я наслушался. Хватит до конца жизни. Быстро они нас захватили. Этим утром мы проснулись в Австрии. А сейчас... Австрия никуда не делась. Она здесь, в вашем отеле. Бал не отменен. И по-прежнему звучит Штраус. Этот бал в Вене еще ничего не доказывает. Кстати, должен вам сказать, что многие советовали мне его отменить. Говорили, что это слишком смело, неразумно. Что это вызов. А вы? Что вы сказали? Ведь это, кажется, ваш отель. Конечно. Я подумал, какого мнения обо мне будет Вернер фон Базель, если я так легко сдамся. Карл. Да, это правда. И многие из них находятся сейчас здесь только потому, что задали себе тот же вопрос. Это не так. Они здесь, потому что захотели прийти. Но вы помогли им захотеть этого. А это главное. Благодарю. Благодарю, Карл. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорят, как раз сегодня он завершил проведение сделки. Сам-то он ничем не рискует. Чего нельзя сказать о его клиентах. Мне кажется, лучше с ними объединиться. Это самое благоразумное. Надо быть реалистами. Даже улыбаться им. Государственная измена. И вы готовы лишиться всего ради того, чтобы доказать, что не поступаете с принципами? Я только пытаюсь понять, что они об этом подумают. Они могут решить, что этот бал прямой вызов им. Умышленное оскорбление. Их ответ не заставит тебя ждать. Уж поверьте. Боюсь, вы правы. У нас была мысль пригласить сюда офицеров гестапо. Как вы считаете, стоило это сделать? По-моему, вы смеетесь надо мной. Смею ли я, графиня? Счастлив вас видеть. Мы бы ни за что на свете не отказались бы от этого балла. Не так ли, Курт? Курт! Прима-балерина Андрени. Любопытно, кого она осчастливит в этом сезоне? Она до сих пор носит колея, которую ей подарил министр торговли. Но это ни о чем не говорит. Очевидно, до вас еще не дошли последние новости, дорогая графиня. Министр уже два месяца как получил отставку у нее. Вскоре после того, как его финансовые дела изменились. А кто этот молодой человек? Вы его не знаете, господин фон Базиль? Впервые вижу. Но, пожалуй, теперь самое главное... ...то она тоже пришла. Мой дорогой господин фон Базиль. Это самое прекрасное из всех ваших выступлений. Мы счастливы, что этот вечер вы проведете с нами. Поблагодарите моего друга. Это он меня привез. Позвольте представить. Ганс Бергер. Хотя я не имею удовольствия быть знакомым, но я многое слышал о господине фон Базиле. В таком случае вы в более выгодном положении. Господин Бергер – представитель гестапо Великого Германского Рейха в Австрии. Сегодня подписано его назначение. Удивительная быстрота. И балерины, и представители гестапо одинаково преуспевают. Все происходит в духе нового порядка в Европе. А чем вы занимаетесь, господин Бергер? Вопросами культуры. Я надеялся встретить здесь и других ваших друзей, Ирена. Только будьте снисходительны к ним, господин Бергер. Звуки венского вальса всегда так волнуют сердце каждого австрийца. Этот вальс, безусловно, не так темпераментен, как ваша музыка, но вкусов не спорит. Это вас, наверное, удивит, господин фон Базиль, но мы преклоняемся перед музыкой Иоганны Штрауса и хорошо знаем ее. Так же, как если бы он был нашим. Но он часть Вены, и это нельзя изменить. Отлично. Тогда вы, надеюсь, не будете возражать, если первый вальс ваша балерина будет танцевать с венцем. И вас, наверное, удивит, господин Бергер, что по случайному стечению обстоятельств... Молчите. Как раз этот вальс написал не Штраус. Почему вы его оскорбили? Это на вас не похоже. А почему вы оскорбили Австрию? Не все австрийцы думают так же, как и вы. Даже не все присутствующие здесь разделяют ваши взгляды. Я могу вам сказать, кто из них приспособится, а кто рискует не выжить в теперешних обстоятельствах. Если не научится гнуть спину, кто не гнется, может сломаться. Эту истину я постигла в балете. А кому нужен надломленный человек? Ни Австрии, ни самому себе. Как это все знакомо. Я прямо слышу, как он произносит эти слова. Должен сказать, что цитируете его вы довольно точно. Я могу выразиться еще яснее. Он интересуется вами гораздо больше, чем кем бы то ни было. И ему уже известно о той услуге, которую вы оказали определенной группе лиц. Тем, кто вывез за границу деньги и произведения искусства. Ваш друг не похож на ценителя искусства. Хотя его должность к этому и обязывает. Его больше интересуют деньги, чем произведения искусства. Но он хочет вернуть и то, и другое. Позвольте узнать, почему вы мне все это рассказываете. Нас с вами едва ли можно назвать друзьями. Но мы всегда относились друг к другу со взаимной симпатией. Я пойду к Гансу. Скажите мне еще одну услугу. Скажите ему, что я ничего не знаю. И что вам не удалось ничего добиться. Простите. Я вас не обидел? Обидели. Вы и танцевать меня пригласили только, чтобы вывезти его из себя. Извините. Я отнюдь не собирался мешать столь выгодному для вас знакомству. А вам бы это и не удалось. До свидания, господин фон Базель. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Как рано вы уходите, господин фон Базель? У меня был сегодня очень утомительный день. Благодарю вас, господин фон Базель. Спокойной ночи, мой мальчик. господин фон Базель. Поедем домой. Но вы-то, надеюсь, не изменились. Германия требует только одного. Равных прав и свобод. Крадий Бог и Йозеф, вы ищите что-нибудь повеселее. Прошу прощения. Я совершенно случайно на это наткнулся. Крадий Бог и Йозеф, вы ищите что-нибудь. Йозеф, сколько я не кручу. Передают только это. Тогда выключите совсем. Вы не здоровы? Нет, я здоров. По крайней мере, теперь я обязан быть здоровым. Йозеф, мы же едем не домой. Совершенно верно. Я не успел вас предупредить. Епископ Амброс, час назад его преосвященство попросил привезти вас после бала сюда. Как, вы здесь? Кто бы мог подумать? Никто. И как раз это меня очень устраивает. Нет-нет, я поеду с вами. Правда, я плохой конспиратор. Но ничего не поделаешь. Приходится учиться на старости лет. Ну а с каких пор вас стали привлекать такие таинственные экскурсии? С тех пор, как я узнал, что вы в опасности. Эти новые господа уже в курсе того, что вы сделали для моего прихода и для всей нашей церкви. Сегодня я уже беседовал на эту тему. Да-да, Йозеф, поезжайте домой. Выясним, что будет пить его преосвященство. Портрейн или Шерри? Послушайте, верно. Вам угрожает опасность. Они вам не простят того, что вы увезли из страны сокровища церкви. И они пойдут на все, чтобы вытянуть из вас, куда вы переправили эти ценности. Что ж, пусть попытаются. Они уже действуют. Епископа Фрёлиха допрашивали 10 часов подряд. Они пришли за отцом Лукке и до вас доберутся рано или поздно. Вернер, пожалуйста, сделайте мне одолжение. Покиньте Австрию. Бежать, когда... Я знаю, что вы имеете в виду, что Австрия теперь вас нуждается еще больше, чем раньше. Но ей нужен полноценный человек, а не искалеченный инвалид. Простите меня, господин Фомбазиль, но эта машина следует за нами. Это моя. Я забыл, что приказал шоферу ехать за нами следом. Посмотрим, не найдется ли в этом доме что-нибудь получше. Скажем, старый добрый коньяк Наполеона. Нет. Я спешу к себе в монастырь. Но вы мне еще не ответили. Церкви вы тоже нужны целым и невредимым. Да-да. У меня еще много дел. Надо уничтожить документы, которые могут повредить церкви. Сколько времени вам понадобится? Неделя, полторы. Слишком много, верно? Слишком много. Простите, ваше преосвященство. Но с этим я сам разберусь. Не волнуйтесь, ничего со мной не случится. Пока. Я вам позвоню. Хорошо. Буду ждать. Продолжение следует... Я вижу, вам не нужно предлагать, чтобы вы устраивались поудобнее. Нет. Это уже сделал ваш швейцар. Он был весьма любезен. Очевидно, он не впервые оказывает вам такую услугу. Придется побеседовать с ним. Чрезмерная любезность иногда неуместна. Может быть, мы что-нибудь выпьем? У меня нет времени. И у вас тоже. Вас с минуты на минуту могут арестовать. Я сама видела, как он подписывал ордер. Это ваш друг Бергер? У вас в лучшем случае есть 3-4 часа. А может, и всего несколько минут. Мне пора. Благодарю за гостеприимство. Нет, подождите. Если в доме есть письма или документы, которые могут вам повредить, то уничтожьте их как можно скорее. Вы говорите мне правду? Нет, что вы, это трюк. Я все это придумала ради развлечения. Зачем вы так? Я пойду, пока не заметили моего отсутствия. К нему? Да. Если бы он знал, он бы вам этого не простил. Вы действуете в ущерб своим интересам. Мои интересы не стоят того, чтобы о них тревожиться. Не правда ли, господин фон Базель? Во всяком случае, я вам очень благодарен за то, что вы сделали. Может, мне когда-нибудь удастся выяснить, почему вы это сделали. Вы все равно не поверите. Кстати, Бергер предложил мне ангажемент в опере на неслыханных условиях. Поздравляю вас. Сегодня вечером я познакомилась с интересными людьми. Значит, у вас был удачный день. А к вам я пришла только для того, чтобы заплатить часть своего долга. Я имею в виду свой долг перед Австрией. Вам надо спешить. И вам. Благодарю вас. Не провожайте меня. Я сама найду дорогу. Благодарю вас. Благодарю вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Пятый отдел гестапо. Вы не могли бы попросить их обращаться с мебелью поаккуратнее? Не беспокойтесь. Федеральное правительство компенсирует весь ущерб, причиненный во время реквизиции. Продолжение следует... Карл, что вы узнали? У Метрополя теперь новый управляющий. Мы здесь торчим уже два часа. Раз не допрашивают, то могли бы и домой отпустить. Может, они так и сделают? Мне пришлось освободить все восточное крыло. И даже из собственного кабинета меня попросили. Не могу сказать, что я рад видеть вас в этом месте сейчас, в такой ситуации. Не волнуйтесь, господа. Нас всех отпустят. Господин фон Бази. Ваше превосходительство. А, господин Таубер, не так ли? Господа, я, право, не знаю, как вам сказать. Но когда устраиваешься на новом месте, в такой спешке случаются всякие недоразумения. Марек, не было никаких оснований доставлять сюда этих господ среди ночи. Уверяю вас, я чрезвычайно сожалею. Значит ли это, что мы можем уйти? Сейчас же. Безусловно. Мы можем встретиться и завтра утром. И вот еще что, господа. Не беспокойтесь, если у вас не будет транспорта. Я распоряжусь, чтобы за вами заехали. Одну минутку, господин фон Бази. Да? С вами я бы еще не хотел расставаться. Я это предвидел. А что, если нам спокойно побеседовать у меня в кабинете? Недолго, конечно. Я могу себе представить, как вы утомились. Я тоже устал немного. Вена, господин фон Базиль, удивительный город. Неужели вы действительно не поленились осмотреть его? Да. И моим видом была ваша очаровательная прима-балерина. Какая самоотверженная патриотка, не правда ли? Да. От собора Святого Стефана мы проехали через Венский лес до ее дома. Так поступают настоящие австрийки. Делают все, чтобы турист чувствовал себя как дома. Прошу. А вы знаете, мы сегодня ночью много говорили о вас. Ирена и я. Ой, я глубоко польщен. Мы мечтали о том времени, когда вы будете сопровождать нас на наших прогулках. Это было бы доказательством дружбы и доброго сотрудничества. Да, и братского союза. Разрешите говорить с вами откровенно? А до сих пор вы поступали иначе? Мы с вами люди не совсем заурядные, и поэтому обязаны разумно мыслить. Ситуация, как видите, изменилась. И вы должны не только с нею примириться, но и одобрить ее. Официально одобрить, не так ли? Вам следует смотреть на вещи более реалистично и признать, что вы вели себя неконструктивно. Я говорю о церковных драгоценностях. Которые вы хотите заполучить и отправить в Германию. Австрия сейчас тоже Германия. Да, это временно так. Я, откровенно говоря, не люблю насилие. И хотя кое-кто из моих соотечественников уверен, что это самый действенный метод, мне он неприятен. Но, пожалуйста, не злоупотребляйте этим. Не бойтесь. Не буду. Мне не хочется в вашем случае отступать от своих правил. Благодарю вас. Я тронут. Я не верю в физическое воздействие. Особенно на людей интеллектуальных. Я предпочитаю другой метод. А именно, духовное истощение. Оставить человека наедине с самим собой. И полностью лишить каких бы то ни было интеллектуальных занятий. Это помогает? Действует безотказно. У меня, во всяком случае. Разрешите теперь и мне поговорить с вами откровенно? Конечно. Когда я увидел вас, я решил, что хотя вы и более светский, вы мало чем отличаетесь от своих сотрудников. Понимаю. Но теперь, да. Теперь я еще больше утвердился в своем мнении. Вы гораздо хуже их, потому что вы умны. Если вы всерьез рассчитывали, что я добровольно буду участвовать в ваших мерзких делишках, то вы... Здорово просчитались. Значит, добровольно. Господин фон Базель пока поживет у нас. С недели три. Этого, я думаю, хватит. Восточные крыла этого здания вам наверняка очень хорошо знакомы. И с соседями по этажу вас знакомить не надо. Неподалеку от вашего номера апартаменты бывшего канцлера Шушнига и барона Ротшильда. Барон совсем рядышком. Вам это доставит удовольствие. Пока удовольствие получаете только вы. Я действительно чувствую себя усталым. Сочувствую. Эти господа будут вас сопровождать. Вытащи что. Господин фон Базель. Если у вас появятся жалобы или предложения, или вдруг душу захотите излить такому приятному собеседнику, как я, достаточно только позвонить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Продолжение следует... Паспорт... Австрийский... Небось... В диковинку... Мой чемодан... Ты всегда говорил, что если жилье некомфортабельно... То пусть хоть обслуживание будет первоклассным... Как аккуратно уложено... Ты что, сам все упаковывал? Какой необщительный... Не беспокойтесь, я сам... Эта статья вряд ли вас сможет заинтересовать... Ну зачем забирать карандаш? Вы забыли снять с меня туфли? Я не могу... Что? Я не могу... Что? Что? Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Так и передай им круглолицей! Круглолицей, так и передай! Я в полном восторге! Замечательно! У меня слов нет! Феерично! И знаешь почему? Ты ни разу, да, да, ни единого раза не танцевала под дубку этих клоунов, этих бездушных нелюдей, которые считают себя и... ...и в своем воображении являются чистокровными носителями культуры и воплощением особой касты. Господин Бергер, как поживаете? Ирена! Я думала, что ты приедешь гораздо позже и не в таком мрачном настроении. Извини. У меня сегодня беспокойный день. Не пойти ли нам куда-нибудь перекусить? Может быть поехать за город, например, Курвенцель. К сожалению, сегодня не выйдет. Да и погода неподходящая. А что кроме погоды? Да, ты права. У меня плохое настроение. Мой начальник из Берлина может нагрянуть в любую минуту. Мне придется все время звонить в отдел, он же сразу захочет меня видеть. А я должен буду явиться по его первому зову. У него нет оснований быть тобой недовольным. Он требует от меня чуда. Стоит расследованию затянуться, и он начинает обвинять в неумении работать. Одну минуту. Я сейчас. Ганс. А вдруг он Базель вообще не заговорит? Заговорит. Мой метод осечек не дает. У него нет никаких шансов на выигрыш. Это всего лишь вопрос времени. Надо просто подождать. Если нужно, чтобы нам перестала идти в последнюю минулицу. Стоит-пождец. Идите с выигрышами. Стоит-пождец. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В результате неблагоприятных погодных условий урожай Абрикосов 1922 года был намного ниже урожая прошлого года. Года был намного ниже урожая прошлого... О, круглолицый! Мой верный круглолицый! Ходи, ходи, не бойся! Продолжение следует... Ты можешь слушать, говорить... И читать... Круглолицый! Ты понимаешь, что значит читать? Буквы, напечатанные на бумаге, превращать в слова... Круглолицый! Ты будешь говорить? Ты будешь говорить? Отвечай! Ты будешь говорить? Говори! Будешь ты говорить? Или... Или тебя прикончить? Тебя прикончить! Ты понял? Ты понял? Но ведь... Господи, круглолицый! Господи, круглолицый! Прости меня! Я этого не хотел! Я правда не хотел! Прости меня, пожалуйста, прости! Прости меня, круглолицый! Круглолицый! Постой! Постой! Иди вниз! И передай! Скажи, что я готов говорить! Готов с ним говорить! Вы потерпели неудачу, Бергер! Это же вам самому ясно! Сколько уже длится этот ваш психологический опыт? Шесть недель? Семь? Но, господин Хартман, не каждого сразу сломишь! Люди-то ведь все разные, и поэтому требуется индивидуальный подход! Да? Извините, пожалуйста, но фрау Андре не просит передать, что ей пора уходить! Скажите ему, что мы увидимся вечером! Фрау Андре не увидится с вами вечером! Извините! Я с вами согласен! Индивидуальный подход необходим, но весь вопрос в том... Я прошу прощения! Ирена! Я сказал, чтобы фрау подождала! Извини! Я скоро освобожусь, и мы пообедаем, наконец, беспомощь! Бергер! Всю минуту! Пожалуйста! Подожди меня! Если только недолго! Я быстро! Господину Бергеру удивительно везет! Так, на чем мы остановились? У меня другой метод, и он самый действенный! Я иду напролом! Не так уж трудно заставить человека говорить! Сколько раз повторять? А, это вы! Что вы сказали? Сейчас! Его ко мне в кабинет! Так, о чем вы говорили? Вас это, кажется, не очень интересует! Да, господин Хартман! То есть, нет, это меня очень интересует! Я просто не согласен с вами! В будущем, извольте сначала обращаться ко мне! А уж я доложу господину Бергеру! Я, а не вы! Таковы правила! А правила не меняются! Во всяком случае, здесь! И чем скорее вы это поймете, тем лучше для вас! Нельзя входить без доклада! Ничего! Пусть дама войдет! Закройте дверь! Ты его видела? Это сюрприз, который я приготовил для господина Хартмана! Тот, кто доставил нам столько неприятностей, готов! Он капитулирует! Позвольте мне... Простите! Да? Понимаю! Слушаюсь! Вас просят подождать! Мой метод взять на измор, и он действует! Пусть подождет! Ирена, разреши тебе представить господина Хартмана! Мой начальник из Берлина, пессимист до мозга костей! Ирена Андрине! Очень приятно! Гансбергер мне рассказал, что вы ввели его в круг своих друзей, и оказали ему этим неоценимую помощь! Садитесь, пожалуйста, фрау Андрине! Да, вы действительно много сделали для нас, и мы этого не забудем! Разрешите вас поблагодарить! Разрешите вас! 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 Как я поставил на место этого нахала! Разрешите вас! Разрешите вас! Разрешите вас! Система, конечно, себя оправдает! Ирена! Извини меня, я пойду! Подожди! Нужно еще договориться о сегодняшнем вечере! Может, господин Хартман составит нам компанию? Благодарю вас! Разрешите! Разрешите мне сесть, или вы предпочитаете, чтобы я стоял? Как вам угодно! В таком случае я постою! Дело-то, собственно говоря, пустяковое! нас главным образом интересуют те услуги которые вы оказали церкви церкви да а о чем же вы собирались говорить об урожае абрикосов не понял об абрикосах о катастрофическом не урожае двадцать второго года нежели не помните разве такое можно забыть вопрос в том чем они нас научит печальный опыт 22 года чепуха для вас но не для садовода он же вас дурачит а вы этого не замечаете я не позволю себя делать господин карман изучение вашей безошибочной системы стоило мне слишком много времени если я вас правильно понимает то мы уже не можем сегодня вечером рассчитывать на ваше общество печально но может быть господин фон базель займет его место увидите сегодняшнюю встречу лучше всего отменить алифа как и все последующие не надо так говорить ирена у меня другое свидание хотя бы мысленно я буду с вами а вы не думаете что вам быстро наскучат такие свидания нет я привыкну я буду чувствовать ваше присутствие так обращаешься со мной и думаешь что я потерпел поражение нет что-то с ним случилось он стал другим я обязательно узнаю в чем дело я сумею его сломить не обольщайся твой поезд ушел и мой наверно тоже прощай ганс по словам чем же дело чем дело а а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Международный турнир 1922 года. Продолжение следует... 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 Делай в очень опасном положении, это нужно прикрыть. Тут нужна новая комбинация, да. Тут нужна совсем новая комбинация. Да, новая комбинация. Нужна новая комбинация. С4 на С5, а затем на С6. Правильно. Ну, а вы как пойдете? Какой будет ваш ответ? Какая неожиданная честь. Прячете хлеб, господин фон Базиль? Да. Очевидно, боитесь, что у нас кончатся запасы. Я просто собирался перед сном немного перекусить. Лежа в постели. И свет вы не гасите, а это вредно для здоровья. Наши сотрудники говорят, что эта привычка появилась у вас недавно. В последнее время меня мучает бессонница. Ничего странного. Вы едите на ночь. На вашем месте я бы так не поступал. Не хочу, чтобы ваше здоровье пострадало. Я очень ценю вашу заботу, господин Бергер. А может быть, дело вовсе не в еде, что вы имеете в виду? А может быть, ваша бессонница – результат какого-нибудь развлечения? Пищи для ума, духовного стимулятора. Например, книги. Книга может быть причиной бессонницы. Такая увлекательная игрушка. Эти фигурки могут заменить живое общение. Я считаю, что свет надо совсем отключить. Господин фон Базель нуждается сейчас в полном покое. Ирена? Мне нужно поговорить с фрау Андрени. Я не могу. У меня с Пеппи важный деловой разговор. Это всего лишь на одну минуту. Ирена, только что вспомнил. Мне надо кое-что доделать. Ты разрешишь? У меня есть интересные новости. Кажется, твой друг на днях сможет покинуть отель Метрополь. Почему бы и нет? Скоро мы получим сведения, которые нам необходимы. Недавно мне пришлось отнять у него небольшую книжечку. Она была для него чем-то вроде спасательного круга. Он выдержит и без спасательного круга. Нет. Правда, он сам еще этого не осознает. Но он близок к капитуляции. Это видно невооруженным взглядом. И уже теперь ничто не сможет его спасти. И ты разыскал меня для того, чтобы похвалиться своей победой, в которой ты похожа и не сомневаешься? Есть то, чего я, увы, завоевать не могу. Я очень соскучился по тебе, Ирена. Но поскольку ты мечтаешь, чтобы в этой дуэли с твоим другом я проиграл, сообщу тебе по секрету, что в таком случае его проигрыш будет более серьезным. попытки или что-то вроде того. Мой начальник, господин Хартман, не употребляет этого слова. Но все же твердо верит в силу физического воздействия. В известном смысле мы в одной лодке, Ирена. И времени у нас мало. Желаю нам счастья. Рад был тебя видеть. Ладья идет на С4 и берет пешку. А пешка на С4 берет белая ладья на три поля вправо. Так. Неплохой ход. А теперь черные. Посмотрим, что здесь можно сделать. Любопытно, любопытно. А белые точат на нас зуб. Весьма самонадеянно с вашей стороны после двух последних партий. Шаг. Спокойно. Надо быть осмотрительным. Белые пешки под ударом. Белый слон их прикроет. Нет. Похоже, белые не будут рисковать слоном. Тогда черным конем на С6, чтобы освободить дорогу для ферзя. Да. Этот ход меняет положение. из безнадежного положения в ничью. Да. 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 Что вы на это скажете, белые? Правильно. Это верная ничья. Епископ Амброс? А вы прао Андрони? Ну, конечно. Мы с вами уже встречались, ваше преосвященство. Я понимаю, что не принадлежу к числу тех, кого вам приятно видеть, но машина ждет меня. Я вас не задержу. Я всегда рад всем, кто приходит сюда. Особенно тем, у кого заботы. Речь идет о Вернере фон Базиле. Это вас очень удивит, но я в курсе того, что он сделал для вас и для церкви. И поэтому я хочу у вас спросить, что мы делаем для него. Да. Мы молимся. Простите, ваше преосвященство. Если бы я была верующей женщиной, я бы не позволила себе сказать, что ваша молитва не помогла. Нельзя терять ни минуты. Если не вы, то церковь должна что-нибудь предпринять. Есть аргумент, который безотказно действует на людей, не понимающих языка молитв. У вас сострадание больше, чем у иной верующей. Но в делах церкви вы совсем не разбираетесь. Сделать то, что вы имеете в виду, мы не можем. Что ж, тогда у меня остается очень мало времени. Постараюсь максимально его использовать. Что вы задумали? То, что вы бы, безусловно, не одобрили. Я попробую использовать одного человека, которого очень хорошо изучила. До свидания, ваше Преосвященство. Благодарю вас. Отель «Метрополь». Отель «Метрополь». Будешь стоять здесь? Стоять, как миленькая. Ты куда это? Не с места! Стоять! Все фигуры расставлены. Черные тоже. Ну, начнем. Белые, черные. 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 Белые. Ход белой пешки. Где пешка? Должна быть пешка. Куда она делась, черные? Ты убрал пешку с доски. Ты украл ее. Мошенник. Аферист. Подонок. Подлый обманщик. Вот ты кто такой. Я больше не буду с тобой играть. Я больше не буду с тобой играть. Не буду, не буду, не буду, не буду, не буду с тобой играть. Пожалуйста, скорее. Сейчас его приведут. Однажды вы уже приводили его. На этот раз можете отвезти его вниз. Я займусь им. По-моему, это не понадобится, господин Хартман. Теперь он более чем сговорчив. Вы его не узнаете. Восемь арестованных доставлено на место. Нет. Нет. Они неправильно стоят. Так нельзя. Уходи с этого поля. Черная ладья стоит здесь, на С4. А белый ферзь на С2. Вот так. Ты что, не знаешь своего места? Белой ладью сюда. Нет, это С5. Все фигуры перепутаны. Сюда, сюда. Сядьте. Я же не могу играть, когда вы стоите. Сговорчив, говорите? Сговорчив. Посмотрите на него. Это же не человек. Пустое место. Кому он теперь нужен? Да, после вас мне делать нечего. Господин Хартман, я думаю, что все не настолько безнадежно, что он способен дать показания. Я даю вам шанс доказать свою правоту, но не вашим методом, а моим. Отведите его вниз. Прошу прощения, господин Бергер. Но вы не брали трубку. Прау Андре не здесь. Я должна была тебя увидеть. Зачем? Спросить. Ты хочешь, чтобы я к тебе вернулась? Если хочешь, скажи это прямо, Ганс. Ты нужна мне всегда. Докажи мне, что ты действительно человек. Все, что от тебя требуется, проявить немного сочувствия. Помоги. Ты хочешь, чтобы я отпустил фон Базеля? Господин Хартман вас ждет. Значит, ради него ты готова продать себя и выторговать цену, как последняя уличная девка. Со мной так поступить? Со мной! Ты, подлая тварь! Задержать ее! Господин Фон Базель, я прошу вас уделить нам минуту внимания. Мне, господин Фон Базель, вам придется мне уделить внимание. Нам есть о чем поговорить. Что я им сказал? Что я им сказал? Что вам удалось из меня вытянуть? Что? Пожалуйста, господин Фон Базель, ваш ход. Отвечайте. Я не знаю, о чем вы говорите. Но если вы не хотите продолжать игру, сдавайтесь. Сдавайтесь. И все? Вы мне ответите. Понятно. Чего вы хотите? Что там произошло? Отвечайте. Я хочу знать, что они из меня вытянули. Успокойтесь, не надо. Господин Фон Базель, что с вами? Он ничего вам не сделал. Он не знает вас. О чем вы говорите? Если бы вы знали, что он со мной сделал. Господин Фон Базель, вы не хотите прервать партию? Совершенно верно. Таким, как он, лучше вообще не играть в шахматы. Прибыли пассажиры из Венеции. Отпустите меня. Разрешите проводить вас в каюту? То есть он мне ответит. Он будет говорить. Будет. Что я им сказал? Говорите. Что я им сказал? Ничего, Вернер. Вы никому не сказали ни слова. Ни Бергеру, ни Хартману. Никому. Ирена. Ирена. Может быть, мы все-таки закончим эту бесконечную партию? Мне сказали, что Бергер меня арестовал? Это была еще одна глупость. Для гестафо я уже не представляла ни малейшего интереса, как и господин Бергер. Нет, это черт знает что. Прошу вас, помолчите минуту. Бергеру пришлось уволиться. Он исчез так же внезапно, как и появился. Его выгнали, потому что он ничего не смог от вас добиться. Вы победили. Вы оказались сильнее их. Извините, пожалуйста, господа. И вы. И вы, извините меня. Вы мне напомнили, я вас принял за одного человека. Я чуть было не решил, что вы один из них. Ну так как? Вы сдаетесь? Почему? Вы хотите, чтобы я сделал ход? Хорошо. Мат. 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 Кто-нибудь из вас заметил мат? Я здесь вижу только необдуманный и нелепый ход. Да, кажется, мата нет. Вы уверены? Вы совершенно уверены? Извините, господин Чентович, но чем дольше я смотрю, тем явственнее вижу мат. Вы почему-то, господин Чентович, напомнили ему кое-кого. А это наводит на мысль. Баранов, но ты же не видишь здесь мат? Нет, нет, нет. Конечно, нет. Никакого мата и близко не видно. Я только хотел убедиться, что у вас все хорошо. Ирена. Я приехала так. Не взяла никаких вещей. Тем лучше. Значит, не будет никаких воспоминаний. А жаль. Он играл очень неплохо для дилетанта. автор литературного перевода Фрида Каплан. Фильм озвучен для киноклуба Феникс в 2014 году. Конец фильма. Ирена. Литературный